Погрузитесь на дно моря, и вы окажетесь в удивительном мире. Здесь находятся огромные вулканы, в которых достаточно жара, чтобы расплавить свинец. Здесь есть животные, которые живут дольше всех на планете. Тут происходят мощные землетрясения, которые посылают на сушу убийственные волны, сметающие все на своем пути на тысячи километров. Мы собираемся отправить вас в путешествие с поверхности океана, в его самые отдаленные глубины, на поиски того, что таится на морском дне. Материковая отмель Большую часть нашей планеты занимает океан. Почти две трети поверхности Земли покрыты морской водой. 360 миллионов квадратных километров. Более тысячи миллиардов триллионов литров воды. Но если удастся как-нибудь убрать всю эту воду, то нам откроется поразительный пейзаж. Сто тысяч вулканов подводных гор. Самый длинный горный хребет в мире. И 22 глубоководные впадины, некоторые из которых уходят под землю глубже, чем гора Эверест, уходят ввысь. Дно океана — один из самых геологически активных районов планеты. Для того, чтобы понять, почему это так, нужно опуститься на самое дно моря. От самого глубокого места до поверхности — 11 километров. Кажется, что это не так-то уж и много. Но добираться туда сложно и опасно. Гораздо больше людей побывали на Луне, чем отважились спуститься в глубины океана. Океан и должен вас пугать. Он должен пугать каждого. Давление на дне огромно — более 2 килограммов на 6 квадратных сантиметров. Поэтому океан остаётся последней великой неисследованной границей Земли. Чтобы представить, насколько велика глубина на самом деле, представьте, как водолаз опускается на самое дно в самом глубоком месте. Мы последуем за ней в этом воображаемом путешествии на дно. И попадём в одно из самых удивительных мест Земли. Шельфы, горные хребты, равнины и впадины океана, уходящие вглубь до 11 километров от поверхности. В реальности человек не может совершить это путешествие. Но если бы это было возможно, вот что бы мы увидели. Первое место, куда мы последуем, не так далеко от поверхности — материковая отмель. Материковые отмели окружают почти все континенты и представляют собой мелководный риф, который тянется в среднем на 80,5 километров в море. Глубина прохождения шельфа невелика, в среднем 135 метров под поверхностью. Постройте на нём Empire State Building, и его верхняя половина будет возвышаться над водой. Но и шельф представляет собой удивительный ландшафт. Его пересекают гигантские ущелья. Многие из них, как, например, каньон Монтерей у побережья Калифорнии, равны глубиной и шириной большому каньону Колорадо. Большая их часть появилась во время последнего ледникового периода. 20 тысяч лет назад вода смерзлась в полярные ледовые щиты толщиной в несколько километров. Когда вода превратилась в лёд, уровень её в Мировом океане упал на 120 метров. Материковые отмели обнажились и стали частью материков. Реки, которые когда-то спокойно впадали в море, теперь должны были опускаться вниз на эти 120 метров. Они превратились в бушующие потоки, которые вырезали гигантские каньоны в скале. Когда ледниковый период окончился, ледовые щиты растаяли, и поднявшееся море поглотило часть побережья, образовав материковые отмели. Гигантские каньоны исчезли из вида. Границу шельфа отмечает мягкий перегиб дна, называемый склон материковой отмели. Мы погружаемся глубже и становится темнее. Примерно на глубине полукилометра температура резко понижается до 4 градусов Цельсия. Давление становится сильным, его достаточно для того, чтобы смять футбольный мяч до размеров бейсбольного. В этих экстремальных условиях на дне моря начинают происходить странные вещи. В 80-е годы прошлого века геологи начали изучать материковые отмели и склоны с помощью гидролокаторов бокового обзора. Они обнаружили странные явления — гигантские кратеры, которые, как считается, возникли в результате резких выбросов газа из-под земли. Некоторые даже предполагают, что эти выбросы могут потопить корабли, и этим может быть объяснена тайна Бермудского треугольника. Несомненно, эти выбросы газа опасны. Эта нефтяная вышка у побережья Норвегии тонет в море бурлящего газа. Газ вырвался наружу после того, как буровая установка пробила карман, заполненный метаном. Подобные инциденты заставляют геологов изучать морское дно. На краю материковой отмели в Мексиканском заливе команда ученых готовится к погружению. Их задача — исследовать странную субстанцию, которая, возможно, вызывает выброс газа со дна. Под защитой 20-сантиметровых акриловых стенок подводного исследовательского аппарата Johnson C-Link они опускаются на материковую отмель. На глубине 550 метров они находят то, что искали — холм желтовато-белой льдистой субстанции — гидрат метана. Он формируется под огромным давлением на глубине более 300 метров, и он содержит в себе газ. В университете Хэриот-Ватт в Шотландии геолог Рос Андерсон изучает гидрат метана. Несмотря на то, что гидрат метана состоит главным образом из воды, он содержит много метана, что Рос Андерсон и собирается продемонстрировать. Он чуть тепловатый, но при таянии холодная вода остужает мою руку, так что прямо под ним очень холодно. Но я чувствую тепло от пламени там, где моя ладонь сухая. Гидрат метана содержит столько газа, что каждый кубический сантиметр льда выделяет 160 кубических сантиметров метана. На глубине материковой отмели газ обычно прочно заперт в гидрате метана. Но если меняется температура или давление, гидрат может растаять, и газ вырваться из него. Этот внезапный выброс может образовывать кратеры. Но некоторые полагают, что он может привести и к более страшным последствиям. Исследование позволяет предположить, что выброс может потопить корабль. В университете Монаш в Австралии физики проводят опыт в экспериментальном резервуаре. Они пускают пузырь под макетом лодки, выполненном в масштабе, и если лодка оказывается в неверном месте и в неверное время, она тонет снова и снова. Нет задокументированных случаев того, что корабли затонули из-за пузырей газа, но некоторые полагают, что именно этим можно объяснить исчезновение судов в Бермудском треугольнике. Сложная геология материковых склонов создает одни из самых странных ландшафтов нашей планеты. На глубине 600 метров на пустынном морском дне Джонсон Силинг находит кое-что, что, кажется, опровергает законы физики. Пруд с рябью на поверхности. Биолог Чак Фишер из Государственного университета Пен изучает это странное подводное озеро, известное как Пластовые воды. Найти Пластовые воды в Мексиканском заливе — это потрясающе. Вы на подлодке на дне моря, и вы прекрасно понимаете, что это дно океана, и вдруг натыкаетесь на озеро. Это соляной раствор, который сочится из-под близлежащих камней и заполняет кратер. Раствор в пять раз солонее окружающей воды, и этого достаточно, чтобы он оставался в кратере и образовывал подводный пруд. Раствор настолько плотен, что субмарина держится на его поверхности. По нему бежит мелкая рябь, и на его берегах процветает жизнь. Это сюрреалистическое зрелище. Пузырьки метана проходят сквозь воду этого пруда. Высокая концентрация газа могла бы убить большинство животных. Но для тех существ, что обитают здесь, он ключевой элемент их жизни. Мы знаем, что из метана можно получить энергию, потому что все мы для готовки дома пользуемся газовыми плитами. Но чтобы животные смогли напрямую приспособить его под свои нужды с помощью бактерий, это уникально. Тысячи мидий, которые живут у края пруда, содержат в себе бактерии, которые поглощают газ и превращают его в пропитание. Можно было бы предположить, что в таких враждебных человекоусловиях беспрестранно ведется битва за выживание. И все же множество странных созданий процветают, питаясь газами из материковых отмелей. Возможно, лучшие доказательства того, что это вполне пригодное место для жизни, эти самые странные существа. Полихеты. Считается, что они живут дольше всех на планете. Некоторые из них начали расти здесь 250 лет назад. Они доказывают, что жизнь может прекрасно развиваться и на большой глубине, но условия станут гораздо более жесткими. Мы продолжим свое путешествие ко дну океана и увидим крупнейшее единичное вулканическое явление на планете. Огненное инферно, опоясывающее земной шар. Вторая мировая война. Разгар морских сражений. Военно-морской флот оснащают гидролокаторами, чтобы обнаружить вражеские подводные лодки. В перерывах между битвами корабли бороздят океан, изучая морское дно. Многие годы собранная информация оставалась засекреченной, но в 1977 году геолог Брюс Гизен и картограф Мэри Тарп соединили данные с эхолотов Второй мировой с новыми данными и создали первую карту морского дна мира. Именно на этой карте впервые было выделено крупнейшее вулканическое явление планеты — Срединно-океанический хребет. Он возвышается на 3600 метров над морским дном и опоясывает земной шар, подобно шву, на теннисном мячике. Его протяженность почти 65 тысяч километров. Это в четыре раза длиннее, чем Анды, скалистые горы и Гималайи вместе взятые. Срединно-океанический хребет — следующая остановка в нашем путешествии на дно океана. Он лежит на глубине в 2500 километров. Сюда не добирается свет с поверхности, температура крайне низкая, очень жесткие условия. Один из нескольких человек, побывавших у Срединно-океанического хребта — морской геолог Дебора Келли. Ландшафт там просто исключительный. Раньше я изучала вулканы на суше, так что это для меня большое удовольствие быть там внизу. Сегодня Келли погружается к Срединно-океаническому хребту в восточной части Тихого океана. Когда она начинает свое путешествие к морскому дну, экипаж выключает подводные огни, чтобы не расходовать энергию. На полтора часа погружения их единственными спутниками будут призрачные существа. Когда вы спускаетесь сквозь воду, то увидите много биолюминесцентных организмов. Так что первая мысль, которая пришла мне в голову, это как будто летишь в космосе и смотришь на звезды. Когда до дна остается 90 метров, огни снова включаются. И вдруг неожиданно перед вами открывается этот мир. Это инферно, Срединно-океанического хребта. Подпитываемые жаром из глубин Земли, эти огромные вулканические трубы, которые называют черными курильщиками, выбрасывают субстанцию, похожую на черный дым. Это свито подводных гейзеров называется полем гидротермальных источников. На этом поле их около 80. Некоторые из них достигают 55 метров. Это половина высоты собора Святого Павла в Лондоне. Из этих подводных труб бьет вода огромной температуры. Из-за огромного давления на глубине 2,5 километров она не кипит, оставаясь жидкой, несмотря на то, что ее температура достигает 400 градусов Цельсия. Она не только чрезвычайно горячая, но и кислотная. Как можно взять пробу воды, температура которой 400 градусов? Любой инструмент из алюминия, кварца, свинца просто расплавится. Эти трубы черные, потому что вода, которую они извергают, содержит минералы, такие как сульфиды металлов. Когда они попадают в ледяную воду на дне океана, то формируют миллиарды мельчайших черных частичек, которые выглядят как дым. Но как растут эти трубы? Верный старик в Йеллостонском национальном парке – один из самых известных гейзеров в мире. Он извергается несколько раз в день, выбрасывая столб воды, нагретой вулканической лавой, глубоко под земной корой. Эти трубы сходны с подводными гейзерами. Морская вода просачивается вниз через трещины в морском дне и на глубине нескольких километров вступает в контакт с раскаленной магмой. Нагреваясь, она устремляется к поверхности, поднимая за собой и минералы. Когда они сталкиваются с холодной водой, то кристаллизуются и оседают на поверхности гейзера. Так и растут трубы. Но они и не всегда долговечны. За один год 12 тысяч землетрясений сотрясают эту часть хребта Хуан-де-Фука, что свидетельствует о высокой вулканической активности глубоко под ним. Большинство из этих землетрясений слабые, но некоторые достаточно сильны для того, чтобы эти трубы ломались. Насколько быстро растут черные курильщики, выяснилось, когда Келли и ее исследовательская группа решили срезать верхушку одного из них. В их распоряжении есть роботизированный подводный аппарат с пилой. Он надевает клетку на верхушку трубы, закрепляет ее тросом и начинает пилить. Когда через три дня они возвращаются, выясняется, что труба выросла почти на два метра. Для нас те химические вещества, которые выбрасывают курильщики, были бы убийственны, но для некоторых существ они — оазис в пустыне. Как и животные у пластовых вод, эти создания используют бактерии в своих жабрах для того, чтобы получать энергию из химических элементов, выделяемых трубами. Вдали от солнечного света курильщики позволяют креветкам, моллюскам, рыбам и крабам жить в этом темном неприветливом месте. Энергия, выделяемая черными курильщиками, просто феноменальна. Выяснилось, что эти трубы на настоящий момент выделяют около 17 тысяч миллиардов ватт. Это почти равно тому количеству энергии, которую все человечество использует за год. Подземный жар дает нам возможность представить те силы, которые создали Срединно-океанический хребет. Для того, чтобы объяснить появление столь крупного явления, как это, требуется и большая гипотеза. В 60-х годах прошлого века геологи высказали самые радикальные идеи за всю историю науки. Они предположили, что Срединно-океанический хребет — гигантская трещина в земной коре. Геолог Сьюзан Хамфрис из Океаннографического института Вудс-Холл изучает Срединно-океанический хребет. Когда вы думаете о Земле в целом, то понимаете, что та корка, на которой мы живем, невероятно тонка в сравнении со всей остальной планетой. Возможно, тоньше, чем кожица лука. Если бы можно было посмотреть на Землю изнутри, то можно было бы увидеть, что она состоит из слоев — сердцевина, толстый слой мантии и тоненькая внешняя кора. Эту тонкую корку образуют широкие плиты. Там, где они расходятся, расплавленная магма из глубин планеты поднимается на поверхность, чтобы сформировать новую кору. Именно это и произошло в случае со Срединно-океаническим хребтом. Это как огромный, никогда не заживающий шрам, который постоянно выделяет новый материал, а он создает новое морское дно вокруг Срединно-океанического хребта. Двигаясь в сторону от горячего центра хребта, дно остывает. Но остается активным. Недавно ученые выяснили, что оно по-прежнему может изменяться очень резко и неожиданно. В декабре 2000 года группа ученых занималась исследованием Средней Атлантической гряды. Их цель — подводная горная цепь на ее краю с 2500 километров к востоку от Флориды. На глубине около километра их подводная камера обнаруживает лес удивительных белых башен из камня, похожих на сталагмиты. Это совершенно новый вид подводных горячих источников. Это место получает название «Затерянный город». На этом поле более 30 труп. Самое высокое — 60 метров. Это выше Пизанской башни. В отличие от черных курильщиков, источник тепла затерянного города — не вулканическая активность, а химическая реакция. Когда вода попадает в трещины внутри огромной горы, она начинает реагировать с химическими веществами, что и производит тепло. Этих химических реакций было достаточно для того, чтобы это гидротермальное поле действовало на протяжении нескольких тысяч лет. Это обычная химическая ручная грелка, какую вы возьмете с собой, собираясь в поход. Все, что нужно сделать — согнуть вот здесь, этот маленький диск. Химическая реакция в грелке сходна с той, которая разогревает скалы затерянного города. Приложите ее, она действительно достаточно теплая и благодаря химической реакции выделяет много тепла. Химическая реакция в затерянном городе создает температуру в 260 градусов Цельсия. Несмотря на всю мощь и красоту, черные курильщики и белые трубы срединноокеанического хребта — лишь малая деталь истории, которая происходит в 2,5 километрах под поверхностью воды. Новая часть дна, созданная у хребта, отправляется в свое эпическое путешествие. За миллионы лет она пройдет тысячи километров, словно гигантская конвейерная лента, чтобы опуститься в глубокие впадины обратно к земной мантии. Это медленный процесс, но со временем результат становится виден. Срединноокеанический хребет каждый год добавляет около 2,5 квадратных километров новой коры на дне. За 240 тысяч лет объем новой земли будет достаточен, чтобы покрыть всю территорию Германии. За 200 миллионов лет его будет достаточно, чтобы застелить заново весь океан. Для того, чтобы последовать за новыми частями дна от срединноокеанического хребта, нам нужно погрузиться глубже. Мы собираемся войти в бездну на кладбище океана, призрачный ландшафт, составленный из останков всего, что когда-либо затонуло здесь. Мы повстречались со странными геологическими явлениями материковых отмелей, прошли мимо черных курильщиков, срединноокеанического хребта и теперь собираемся опуститься в бездну. На глубине 4 километров мы минуем обломки Титаника и вот мы на месте. Морское дно на глубине от 4 до 6 километров называют обессальной равниной. Давления здесь достаточно для того, чтобы сжать футбольный мяч до размеров мраморного шарика. Это крупнейший ландшафт нашей планеты. В целом, обессальная равнина занимает более 60% поверхности Земли. Это кладбище океана. Сюда не проникает ни единый луч света, но все, что тонет на поверхности, опускается сюда. Корабли, морские животные и снег. Опуститесь к обессальному дну, вы попадете в снежную бурю, буран, который бушует без остановки тысячи лет. Это морской снег. Именно он создает плоское дно в обессальных равнинах. Когда крохотные растения и животные, обитающие в верхней части океана, умирают, их останки начинают тонуть. Сами по себе клетки этих растений настолько малы и легки, что им требуется более 150 лет, чтобы добраться до дна. Многие просто растворяются до того, как попадают сюда. Но ученые выяснили, что когда их склеивают вместе слизь маленьких растений, называемых фитопланктон, они соединяются в довольно крупные куски, которые могут затонуть за несколько недель. Это и есть морской снег. Эти снежинки каждый год приносят на дно океана 740 миллионов тонн углероды. Для живущих здесь животных это манна небесная. Это их пища. За тысячи лет морской снег и другие отложения образовали на дне толстый слой. Когда геологи бурят дно обессальных равнин, им приходится преодолевать сотни метров отложений, прежде чем они доберутся до коренной породы. Они бурят слой за слоем. Грязь, выделяющая газ, это остатки морского снега и других наносов. В самом глубоком месте слой уходит вниз на 5 километров. Здесь внизу обломки испанских галеонов и других затонувших кораблей. Пройдут тысячи лет и они исчезнут. Но не только они одни распадаются на морском дне. Киты живут на глубине одного-двух километров. Но когда умирают, их тела обычно тонут. Каждый год умирает 69 тысяч китов и большая их часть оказывается на дне описальной равнины. Группа ученых из исследовательского института залива Монтерей изучает, что происходит с телами умерших китов по мере разложения. Сегодня они собираются наведаться к погибшему молодому синему полосатику. В надежде, что его останки, лежащие у побережья Калифорнии, смогут пролить новый свет на жизнь в глубинах океана. Роботизированный высокотехнологичный глубоководный аппарат будет их глазами и руками в глубине моря. Он опускается сквозь отверстия в корпусе корабля. Кости кита лежат в 900 метрах под поверхностью, словно на выставке в музее. Разложение останков происходит в несколько стадий. Главные падальщики акулы и миксины оставляют тело в покое через год, когда объедают первое блюдо, мягкие ткани. Но те существа, которые приходят вслед за ними, за главным блюдом, дают возможность лучше исследовать этот странный мир изнутри. Эти крохотные, похожие на рыжие и волосы существа пируют на сочных костях. Морской биолог Боб Врайенхук изучает этих червей. Когда кости начинают гнить, открывается доступ к большому количеству жира внутри них. Именно поэтому наши мамы и бабушки кладут в суп говяжью голяшку и дают ей покипеть, чтобы жирный костный мозг оказался в супе, который мы будем есть. То же самое едят и эти черви. Черви и другие местные существа поедают крупного синего полосатика примерно за сто лет. Один мертвый кит настолько велик, что для обитателей того места обессальной равнины, куда он опустится, еды будет столько же, сколько мог бы обеспечить выпадающий морской снег за четыре тысячи лет. Для того, чтобы выяснить, что за существа селятся на костях команде Врайенхука нужно поднять несколько образцов на поверхность. Когда они оказываются на борту, ученые распознают и подсчитывают найденные виды. Выясняется, что вклад китов в экологию обессальной равнины огромен. Менее квадратного метра костей может кормить свыше 170 различных существ, некоторые из которых могут существовать только на мертвых китах. Это-то мы и искали. За один раз морские биологи обнаруживают три новых вида. Это еще одно подтверждение тому, насколько мало мы знаем о глубинах океана. Будущее этой работы вполне очевидно. Каждый раз, отправляясь в экспедицию, мы находим что-то новое, потрясающие образцы. Тысячи лет останки китов превращались в часть толстого слоя отложений на дне океана. Но он не будет лежать здесь вечно. Безбрежная обессальная равнина движется. Словно гигантская конвейерная лента, дно движется в сторону от срединноокеанического хребта к глубоким океанским впадинам. И все, что лежит на нем, движется вместе с ним. Обломки кораблей, мертвые животные, целые острова. Один из лучших способов измерить, насколько быстро движется морское дно, подняться на поверхность и наведаться на одну из самых отдаленных цепей островов Гавайи. Это остров Большой. От основания до вершины это крупнейшая морская гора в мире, более чем на километр выше Эвереста. Несмотря на размеры она движется, ее тянет за собой морское дно. Гавайские острова покоятся на обессальной равнине как раз над горячей точкой, разрывом в земной коре. Сквозь него прорывается расплавленная магма, которая и сформировала огромный вулкан остров Большой. Эти удивительные потоки подводной лавы говорят о том, что остров продолжает расти. Но это ненадолго. Гигантский конвейер морского дна уносит остров от горячей точки. На его месте вырастет другой вулкан, а потом еще один, пока дно движется над этим местом. Можно увидеть схожий процесс, пронеся лист бумаги над пламенем. остров Большой последний в длинной линии уснувших теперь вулканов, которые возникали в этом месте. Самый дальний находится на расстоянии в 5800 километров от горячей точки. Он проходил над ней 85 миллионов лет назад. Это означает, что дно океана под Гавайями движется со средней скоростью 76 миллиметров в год. Если Гавайи и дальше будут двигаться с той же скоростью и в том же направлении, то через 64 миллиона лет они окажутся где-то у восточного побережья России. Постепенно огромный остров соскользнет в глубоководную впадину. Теперь мы собираемся войти в пугающие расщелины, самые глубокие и самые опасные части океана. Мы узнаем, что этот далекий и чуждый мир — родина одного из самых страшных явлений природы. Ниже дна обессальной равнины находятся самые смертоносные уголки океана — глубоководные впадины. Это иной, негостеприимный мир, в котором бывало всего лишь несколько человек. Но то, что происходит здесь, может оказать огромное влияние на мир наверху. На глубине в 6 километров дно резко обрывается. Кажется, что мы смотрим в бездонную пропасть. Эти большие впадины — самые глубокие части океана, самые глубокие места в мире. И самая глубокая из них — Марианская впадина в северной части Тихого океана в 320 километрах к юго-западу от острова Гуам. Она настолько глубока, что опуститься в нее пытались только два человека. 23 января 1960-го. Лейтенант военно-морского флота Дон Уэлши, шведский исследователь и океанограф Жак Пикард в 150-тонной стальной сфере подвешены под дном подводной лодки «Триест». Они погружаются и начинают свое путешествие в Марианскую впадину. Через пять часов они достигнут дна. По дороге в Неизведанное им встретятся призрачные биолюминесцентные существа. На глубине шести километров одно из толстых стекол иллюминаторов даст трещину. Но они не собираются тонуть. Давление здесь невероятно высоко. Если в их судне появится течь, то вода ворвется внутрь настолько быстро, что буквально разрежет смельчаков пополам и убьет их на месте. Через пять часов «Триест» опускается на дно Марианской впадины. Они почти в одиннадцати километрах от поверхности. На первый взгляд это место безжизненно. Но вот промелькнула рыба. Похоже, даже в таких экстремальных условиях кто-то может существовать. Но людям находиться здесь долго опасно, и через двадцать минут они начинают подъем к поверхности. С тех пор более четырехсот человек побывали в космосе. Но Уэлш и Пикард так и остаются единственными, кто когда-либо бывал в самой глубокой из глубин океана. Их достижение дает нам возможность увидеть, какие великие силы создают нашу планету. Ведь те процессы, что создали эту впадину, виновны в появлении одних из самых яростных природных явлений. Монсеррат мирный островок в Карибском море. Население 11 тысяч человек. Это популярный курорт. 25 июня 1997 года самая высокая гора острова извергает из себя темный столб пепла. Смертельные лавины раскаленного пепла и камней заставляют местных жителей и туристов спасаться бегством. Гибнет 19 человек. Райское местечко превращается в ад на земле. С тех пор остров все еще пытается оправиться от катастрофы. Вулканическая активность означает, что дно океана движется. Но в отличие от Гавайев, Монсеррат не находится под горячей точкой. Событие июня 1997 результат катаклизмов, произошедших на самом дне глубоководной впадины. Монсеррат лежит на краю желоба Пуэрто-Рико, самой длинной и самой глубокой впадины в Атлантическом океане. Остров обязан как своим существованием, так и страшным событием на ней конвейерной системе морского дна. Срединноокеанический хребет толкает североамериканскую плиту навстречу Карибской. Когда они встречаются, одна из них должна уступить. Процесс, который называется субдукцией, заставляет североамериканскую плиту опуститься ниже, ближе к центру земли. Углубляясь вглубь земли, плита сталкивается с жаром и давлением, которые выжимают воду из отложений на ней. Это снижает точку плавления вышележащей скалы, которая плавится, превращается в магму и вырывается на поверхность, вызывая извержение вулкана. Миллионы лет пепел и лава наслаивались на морском дне, постепенно оказавшись на поверхности, сформировав вулканические острова, такие как Монсеррат. Но на каждый вулкан на поверхности приходится как минимум два подвода. 70% вулканов мира подводные. Больше всего подводных вулканов в Тихом океане. Многие находятся на том огненном кольце длиной в 40 тысяч километров, который составляет срединно-океанический хребет. Сегодня вулкан Монсеррата продолжает извергаться. Бывшая столица лежит в руинах и половина острова превратилась в запретную зону. Процесс субдукции, который создал остров и который сейчас грозит его уничтожить, никогда не останавливается. В следующие 200 миллионов лет зоны субдукции поглотят большую часть сегодняшнего морского дна и все, что есть на нем. Гигантский океанский конвейер пожрет затонувшие корабли, мертвых китов и даже целые острова, чтобы выплюнуть их позже в яростном вулканическом извержении. Но этот процесс не всегда проходит гладко. В нашем путешествии ко дну океана мы увидим, что случается, когда конвейерную ленту заедает. это самая страшная демонстрация силы океана цунами. Желая узнать, что же есть на морском дне, мы опустились в самую глубокую его часть. В глубоководные впадины на 11 километров вниз. Настолько же глубоко под поверхностью волн, насколько высоко над нею пролетают реактивные самолеты. Дно, созданное яростным жаром срединноокеанического хребта. Гигантский морской конвейер тянет его через тысячи километров по земле, чтобы сбросить в глубины океанических впадин. Если соединить все впадины вместе, они протянутся как минимум на 10 тысяч километров. Почти каждые 4 миллиона лет они поглощают такую площадь морского дна, что на ней можно было бы разместить 2,5 Европы. Но дно не уходит тихо. Его гибель сопровождается одним из самых яростных явлений, настолько сильным, что его можно почувствовать на расстоянии в тысячи километров. 26 декабря 2004-го. Над пляжами Индийского океана начинается еще один прекрасный день. Но в тысячах километрах в открытом море глубоко под поверхностью гигантский океанский конвейер готовится обрушить на них свою разрушительную силу. Глубокий яванский желоб. Сила трения не дает индийской плите свободно уйти под Бирманскую. Напряжение здесь копилось веками, и оно готово выплеснуться. Все элементы для великого землетрясения на месте. Землетрясение настолько мощного, что оно создаст чудовищную волну цунами. Хосе Борреро из группы по исследованию цунами Университета Южной Калифорнии изучает силы, которые создают эти убийственные волны. Ключевые компоненты цунами-убийцы — сильное землетрясение, глубокая вода и движение морского дна. Ученые полагают, что для появления цунами необходимо очень мощное землетрясение, как минимум 7 баллов по шкале Рихтера. Чем сильнее землетрясение, тем больше цунами. 7 часов 58 минут утра. Бирманская плита неожиданно поднимается на 15 метров. Напряжение, копившееся веками, выплеснулось в несколько секунд. 1200 километров зоны субдукции встало на дыбы. Это вызвало мощнейшее землетрясение 9 баллов по шкале Рихтера. Это можно сравнить со взрывом 100 тысяч мегатонн тротилы. Это более 6 миллионов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Яростное сотрясение подняло вверх почти 30 миллиардов кубических литров воды и отбросило ее в сторону от эпицентра. Массивная стена воды хлынула к земле на скорости реактивного самолета. Она достигнет этих безмятежных пляжей менее чем за час. В глубоких водах цунами может идти со скоростью 800 километров в час, но в более мелких замедляется. Именно это замедление делает цунами еще более убийственными, потому что в то время, когда передняя часть волны начинает двигаться медленнее, задняя ее часть все еще продолжает надвигаться. Происходит нечто вроде крушения поезда в гигантских масштабах. Передняя часть останавливается, задняя часть бьется о нее. В результате резкого увеличения уровня воды, уровень моря поднимается и уничтожает все на берегу. Уже через 15 минут после землетрясения цунами обрушилась на Индонезийское побережье. Через два часа оно достигло Таиланда и Шри-Ланки, через восемь Африки. Это самое разрушительное цунами в зафиксированной истории. И когда-нибудь в каком-нибудь уголке нашей планеты должно повториться что-либо подобное. Поверхность океана часто кажется спокойной, идеальной места для отдыха и легко забыть о тех силах, что действуют на глубине многих километров. Водолазу пора подниматься. Из самых глубин смертельных впадин по бескрайней обессальной равнине мимо яростного инферно срединно-океанического хребта к странным подводным прудам материковой отмели. Мы открыли для себя далекий чуждый мир, который может напрямую и очень сильно повлиять на нашу жизнь наверху. К настоящему моменту ученые исследовали только 10% океанских глубин. Где-то там, в скрытой от нас безбрежной бездне, дожидаются своего открытия странные неизвестные существа и поразительные чудеса природы. Редактор субтитров